Соединенные Штаты Америки перебрасывают в Европу полсотни самолетов, которые способны нести тактическое ядерное оружие. Две эскадрильи истребителей пятого поколения F-35 до конца этого года перебросят на базу Лейкенхит в британском Сафолке. Речь идет о 54 самолетах, об этом сообщает The Telegraph. Это более новый, более мощный самолет, обладающий большей дальностью полета и малозаметностью, что имеет решающее значение, если вы собираетесь использовать его для точного сбрасывания ядерных бомб. Я считаю, что это плановая ротация, они показывают, что США готовы держать носители ядерного вооружения в Европе. Они современные, то, что они перекидывают, и поэтому тут показывают, что готовы к разным вариантам развития ситуации вокруг России. То есть если будете нападать, например, на страны НАТО, то имейте в виду, что есть сила, которая способна это остановить. Реактивные самолеты предназначены для проведения тактических ядерных бомбардировок и способны выполнять миссии воздух-воздух и собирать разведывательные данные. Следует рассматривать как элемент усиления обороны воздушного пространства Североатлантического альянса перед российской угрозой. Не столько, как 54 носителя ядерного оружия с 54 ядерными бомбами, которые прикреплены у них к отсекам с ГОСТа, или 54 ракетами с ядерными боевыми частями, а именно как элемент защиты непосредственно воздушного пространства Североатлантического альянса высокотехничными, высокотехнологичными, одними из самых современных истребителей на сегодняшний день. Как пишет Телеграф, согласно документам, Конгресс США получил бюджетный запрос военно-воздушных сил на 50 миллионов долларов для строительства гарантийного общежития на американской авиабазе. Термин «гарантия» используется в военном языке США для обозначения объектов, связанных с ядерным оружием. F-35 будут базироваться в Великобритании. Они развернулись и переедут в конце этого года, если не где-то в 2024 году. Сейчас перебрасывается, следовательно, основная часть сил и средств для обустройства этой базы, для строительства соответствующих объектов гарантийного типа, а потом уже, когда все будет готово, не исключено, что в перспективе там и появится определенный арсенал ядерного оружия. Но здесь следует отметить еще один очень важный момент, а именно то, что Великобритания – это страна, которая является членом ядерного клуба. Поэтому и у самой Великобритании достаточно средств ядерного типа. В издании отмечают, что в Великобритании хранилось 110 ядерных бомб США до 2008 года. Когда уровень угрозы войны снизился до предельного уровня, было принято решение вывести их оттуда. Сейчас напряжение снова растет. Потенциальное возвращение американского ядерного оружия на британскую землю эксперты охарактеризовали как свидетельство того, что Запад вступил в новую холодную войну. Это абсолютно холодная война. И это стратегическое балансирование на грани войны. Это игра в покер. Если США размещают ядерное оружие Великобритании, это сигнал России о том, что они настроены серьезно. На мой взгляд, холодная война 2.0 началась еще в 2014 году, когда Российская Федерация вторглась в Украину в гибридном формате и оккупировала часть территории. То есть уже тогда началась холодная война. Сейчас мы просто наблюдаем одну из паскатализации этой холодной войны между Западом и Россией непосредственно на фоне горячей войны, полномасштабной войны между Россией и Украиной. На официальном уровне информацию о перебрасывании истребителей пока что ни в Британии, ни в США не подтверждали и не комментировали. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова